Такие вот плановые работы в Берге сегодня Sky. Нужно от того колодца сюда докопаться и там еще сзади совсем чуть-чуть. Посмотрим что оно будет, как оно будет, может я вообще сейчас в другое место уеду. Всем хорошего настроения, хорошего дня, подписывайтесь, ставьте лайки, погнали короче. Всем добрый день. Очередной. Я вчера должен был быть на небольшой аварийке, но она попросту не случилась. Так как я заменял одного экскаваторщика, но он уже на тот момент вышел на работу. И как бы мои услуги по управлению техникой уже были не нужны и я поехал на другой объект. А с другого объекта я поехал еще на один объект. А с того еще на один, а с того еще на один и так до бесконечности. Уже, честно сказать, подташнивать начало, но... Мы народ простой. Сказали ехать туда. Мы поехали. Сегодня еду на зеркалке. На зеркалке там, где были. Нужно убрать бетон, который мы надолбили за эти дни. Убираю бетон и у нас объект появился в Межапарке. Я не знаю, что там, но пригнали туда в Нью-Колланда. Говорят, там очень большая трясина. Как бы, если я сегодня туда доберусь, то покажу, что к чему. Но сказали, что уже ходишь, а от тобой попросту проваливается. Как и что там, какие работы. Там, скорее всего, постройка канализации будет. Увидим. Увидим, что, да, как. Немного разговоров, а не о чем. Один подписчик спросил, как можно найти работу без опыта. И могу ли я записать видео об этом. Честно сказать, такая ситуация, что эта работа выбрала меня. Не я, не я ее выбрал. И как бы, я начал работать. Меня просто посадили на технику и вот этим джойсиком делай так, этим джойсиком делай так. Как бы, справляюсь, справляюсь. Ну, работа. Вот. Как бы, да, те люди, которые целенаправленно пошли на курсы, там, тракториста, машиниста. Потом экскаваторщика. Я даже вот, ну, не представляю, где бы, наверное, бы я, как искал бы сразу работу. В свое время, когда я приехал в Польшу и начал искать варианты работы, то я уже умел работать на гусеничном экскаваторе, а хотел устроиться на работу на джиси бишку на тройку. Как бы, пониманий было мало, как и что на нем работать. Но работа была, но с учетом того, что я уже сказал, что у меня есть опыт хотя бы на гусянке. Если бы я сейчас выбирал работу на гусеничном или на фронтальном, ну, на универсале, кому как удобнее, я бы, естественно, выбрал работу на универсале. Могу, ну, лично с моей стороны, это лично мое мнение, которое никому нахрен не важное, но работа на универсале, это сегодня ты работаешь на одном месте, завтра на другом, ну, или пару дней на одном, а через время на другом месте. Ты не застаиваешься, как на гусеничном экскаваторе, на месяца на одном и том же объекте. Понятно, на гусеничном можно на маленьком, там, на каком-то полутора тоннам или там четырех тоннам мотаться везде и вся. Но если вы сели на какой-нибудь 20 тонны, 30, 40, 50 тонны, вы заезжаете на стройку, и эта стройка идет, там, полгода, три месяца, вы на ней постоянно на одном и том же объекте. Одни и те же унылые рожи, которые постоянно обоспеются. На тракторе каждый раз новые люди, новые объекты, какие-то переезды, ну, допустим, я сейчас в Лиге, да, там, на данный момент еду с базы на объект. Мне туда ехать в районе часа, потом оттуда час. За это время мне и туда, и назад лазят. Мне не нужно иметь голову, где я сейчас копаю, поврежу ли я кабель или другую, бла-бла-бла, прочее. Там по месту еще приеду, нужно загрузить бетон. Еще часик работы и до свидания. Были случаи, когда мне приходилось трактор вообще пригонять по 4-5 часов в одну сторону. Да и все равно, вам за это деньги платятся. На гусянке намного проще работать, чем на универсале. Намного проще. И повернулся туда, захотел. Нахотел высыпать сзади себя, высыпал. Нахотел высыпать там сбоку себя, высыпал. Трактор, конечно, в этом ограничен. Но в тракторе и свои плюсы. Я на гусеничном отработал 5 лет, и я от него попросту устал. Я работал на гусеничном от 1 тонны до 50. И там были градации чуть ли не через каждые 2 тонны. Мне он остачертел. Я работал на колесном. Колесный классный вариант. Опять же, колесный экскаватор нужно любить, нужно понимать. Они очень специфические. Да, если человек гусеничного трактора пересаживается на колесный, и на колесном у него нет опыта, то ему кажется, это кусок говна, а не экскаватор. Потому что колесник хорошо на дороге, а уже когда начинается бездорожье или песок, он грузнит, он ни хрена не едет, к нему попросту нужно привыкнуть. Опять же, сидишь в колеснике, заехал на горку, ощущение, что сейчас тебя завалит с кабины, и ты выпадешь куда-то вообще нахрен. Нужно его понимать, нужно его чувствовать. Есть такие моменты, когда ты вот уже на грани сейчас переваришься, и реально, ну, экскаватор упадет на бок. Это все нужно чувствовать, нужно понимать, нужно не бояться, реально, нужно им уметь работать. Я бы сказал, ну, на данный момент, в моем понимании, что колесник это вот... Если вы не работаете попросту тупо на дорожных работах, где ты приехал на ровном месте, на ровном месте откопал и уехал, хотя там тоже куча своих моментов коммуникации, там провода сверху, снизу, люди слева-справа, машины и прочее. Но если вы на колеснике мотаетесь прям по всевозможным хабам и прочее всего, дюнам, блядь, где вас туда черти не носили, то это тяжелая работа. По крайней мере, я так ездил. И по полям пришлось ездить. В одну сторону заезжаешь ковшом себя затаскиваешь, в другую сторону выезжаешь ковшом себя вытаскиваешь, попутно, пока заезжаешь, дорогу ровняешь, выезжаешь, дорогу ровняешь. И там по месту везде тоже задница. Как бы топ-1 по профессионализму. Это для меня колесный, я извиняюсь. Потом универсальник. Ну и уже на третье место поставлю гусеничный. Гусеничный проще всего. Захотел, переехал, через ров, как хочешь. Ездишь как хочешь, куда тебе надо, где тебе надо. Не боишься ни камней, ни гвоздей тебе насрать на них. Ну и есть, конечно, еще варианты люди, у которых вообще там, допустим, какие-то драглайны или же там экскаватор-паук, на которых там нужно понимать, как работает отдельная часть, на горы залазить и прочее. Я с ними конкретно не стыкался, не понимаю, что это за солянка. Но про то же я не снимаю с этой техники сложности. Понятно, что там, конечно, свои моменты. Я работал на горных экскаваторах. Я извиняюсь, на карьерных экскаваторах. На ЭКГ. Да, все это нужно уметь и прочее. Это нужно любить. Просто нужно любить, блядь. Хрен в мазуте. Копь-экраник называется механик. Я... Не очень. Мне проще быть в чистоте. Вот моя кабинка. Она не идеально чистая внутри. Я, конечно, в носочках не могу наисидеть, так как многие другие показывают. Ну, и смотрите, грязно, бла-бла-бла. Для того, чтобы в этой кабине должно было быть чисто, этот экскаватор должен быть конкретно за мной закреплен. И тогда его выдраешь, вычистишь и все. А когда экскаватор... В те моменты, в которые я не работаю, или, допустим, меня кинают на другой объект, экскаватор забирается, то в нем сидят люди, которые попросту ведут себя как свиньи. Я в Катницу ездил в Варшаву, не нужно было по делам. И в эту Катницу подменял меня Латыш. Сидел. И он попросту курил, где хотел. Во-первых, в самой кабине запах курило, что я не люблю очень сильно. Я не понимаю этого. Как бы мне не курящему тяжело вообще понять. Как в кабине курить? Я даже когда курил, я все равно выходил с экскаватором, чтобы кабина не пропанивалась. Здесь был пепел везде вокруг. И меня это очень смутило. Было максимально неприятно. Я здесь заметаю, стекла вытираю, какие-то вонючки развешиваю. А человек просто пришел на один день меня подменить и попросту насрал. Было максимально неприятно. Отступил, конечно, от темы по работам. Но если вы приучили, куда вам бы не работать? Честно сказать, я когда искал, много набираются коммунальные предприятия экскаваторщиков. Даже бывают варианты и без опыта. Да, но как вы без опыта? Строитесь на работу. У нас же, как всегда, система работает. Я хочу, чтобы вы имели 20 лет стажа, все открытые категории и вам было еще 18 лет. Но так не бывает. И все умели на все техники, плюс еще сверху бульдозеры, катки и все прочее, все, что только умеют. Двигаться и передвигаться. Как бы политика такая же партии, которые ищут. Но прохожие были варианты. Коммунальные предприятия 100% брали без опыта и брали на карьер тоже без опыта. На гидравлические экскаваторы. То есть там, допустим, можно было без опыта пойти на карьер, на 30-50 тонны экскаваторы нужно было там. Были несколько вариантов. Или же ты песок-щебень перекидываешь, или же нужно было работать на отбойном молотке, дробить горную породу. Как бы варианты существуют. Первый и второй вариант за щебенью с песком норм. А вот вариант с дроблением горной породы, гранит и прочее все это. Такие моменты. Я когда пришел в первый раз работать, имея уже большой опыт, попался там один человек, который был ужасно бездопротивный. и он требовал, чтобы пика огоньника стояла ровно под 90 градусов. Ни ниже, ни выше, ни влево, ни вправо. Потому что в книге так было написано. Вот если ты чутка повернул, все, тебе пиздец. Уже бежит к тебе прораб, управляющий и прочее. И они такие, там, все, сейчас сломаешь. Да вот в книжке вот так написано. Да на заборе, блядь, тоже написано. Много чего. Все, сломал. Да вот ты такой плохой, такой дерьмовый. Начинает на тебя кнать такую, и терюсню. Без понтовой, у тупорелая. Честно сказать, был главный инженер на карьере Анатолий Иванович, если не ошибались. Я не знаю. Я сомневаюсь, конечно, что ты это увидишь, старый хрен, 70-летний. Но если ты меня увидишь, я тебе передаю такой пламенный привет. Я даже не могу сказать, чего я тебе пожелал бы в этой жизни. Просто через этого человека столько людей прошло, он передавил, передушил нормальных ребят, которые пытались, старались, умели. И те, которые даже умели и работали отлично, он все равно всех усыгнаил. Такое советское старое дерьмо. Конечно, ему уже, когда подходил, уже он с землей пах, ему уже была пора. Но не будем судить, бог ему судья, это будет презерватив. Есть ряд людей, которые вообще не доволен вашей работой, особенно те, которые считают, что вы там слишком молод. Мне 30. Меня зовут Анатолий. Так и не познакомились. И я работаю на технике 21 года. Как бы профессия сама меня выбрала, я уже до этого рассказывал. И постоянно стыкаю с одним и тем же. Ой, как ты слишком молод. Ты ничего не умеешь. Посмотри на себя, да у тебя еще сопли зеленые. Вот у нас Сергей Викторович, он уже работает 2000 лет, вместе с динозаврами в рот брал, уже удавал. Он все умеет. А Сергей Викторович за всю свою 2000-летнюю жизнь делал только одно. На экскаваторе Бердушке по типу Борекса еще что-то. Копал просто траншею. Вот он копает траншею, мужик, прям идеально, ровненько все заебись там километрами. А больше он ничего не делал. Не планировал, ни котлованы не раскапывал, ни с водой не связывался, ни с чем. И все. И вот он царь бог котлов и одно и то же. Куда бы я ни приехал, кем бы я ни устроился. Ну, честно, столько говна приходилось перетерпеть и приходится. Даже здесь я сейчас в Риге живу. Я когда пришел, первые два дня пока работал, я встретился с молодыми латышами, как бы, они такие, да, нормально работаешь, все, там тоже были экскаваторщики. Про тоже те, кто старики попались, они, у нас работу забираешь, бла-бла-бла, уже недовольные паяльники в мою сторону смотрят. А мне честно сказать, я от них любви и ласки не ожидал. мне не нужно было их одобрения. Но про тоже уже начались слухи, что как вы могли взять такого сыпуна, который ничего не умеет. И скажем, чуть ли не приходилось доказывать, что я не первый день на тракторе сижу. Пришлось даже некоторых скажем так превселюдно наказать за их некрасивые поступки. Так как определенный перечень людей начала рассказывать мне, медленно ездишь, не так делаешь и вообще твое место секретаря где-то работа поспокойнее, а не в технике. Ты должен в технике летать, быть царь и бог. Какаясь, блядь, носиться туда-сюда. Птичка калибри, блядь. На что они получили жесткий ответ? И тут такая странность, что люди, которые открывают свою пасть в вашу сторону и что-то там рассказывают, что вы делаете не так, не сяк, делайте не такие поступки, жалуются на вас, фоткают вас, начальнику рассказывают какой вы нехороший, а когда вы в сторону так поступаешь, рассказываешь какие они презервативы, так они резко обижаются, косички свои надувают и такие ооо, посмотрите какой он плохой, он вот так поступил, ооо, а че так неприятно, когда с тобой так поступают, так что если вы на первых порах пытаетесь куда-то устроиться, обязательно имейте словарный запас в кармане, чтобы вот такие кондомы не испортили вам жизнь, верьте в себя, верьте в свое дело и все получится, никогда не получается ничего с первого раза, с первого раза мальчиков, 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 в тиктоке залетают, вот это с первого раза, а потом спидом они залетают, верьте, и все будет, я вот допустим тоже, я уже сколько лет работаю, снимаю видео, ну, снимаю видео и относительно недавно, скажем, в те моменты, в которые надо было, можно было снимать, и это было мега интересно, я этого не делал, а теперь, когда у меня работа такая сякая стала, то я что-то придумал, а что на YouTube не закидывать видео, было бы круто, но, ничего, и здесь раскочегаримся, я смотрю, некоторые там ребята снимают видео, камера трясется, оно несуразное, ни хрена не хватит, и прочее, и у них все равно и подписота добавляется, и просмотры есть, я стараюсь снимать нормальные видео, монтировать, чего-то интересного рассказывать, показывать, и подписчики не сильно желают ко мне добавляться, кстати, если вам не трудно, добавьтесь, подпишитесь, поставьте лайк, вам не трудно, мне будет приятно, такая, мини благодарность за мою работу, за то, что я вам рассказываю, снимаю, монтирую, в общем, отступили триллион раз от основной темы, заходите на элементарно, на сайты объявлений, ищите работу, пытайтесь, звоните, понятно, что за границей, где бы вы там не были, Украина, Россия, если у вас есть права, то вас даже без опыта возьмут, если у вас нет прав, но есть опыт, вас тоже возьмут, пробуйте, ну, я бы, наверное, начал бы с какого-нибудь гусеничного экскаватора, маленького такого, там, тонна 8, не более, обычно, ко всему приучиваешься намного быстрее, единственное, что, допустим, для меня был такой тяжелый момент, когда я работал на джойстиках системы ИСА, я извиняюсь, на джойстиках системы САЯ, а потом перешел на джойстики системы ИСА, это был мрак, левый, допустим, левый джойстик отвечает за левое движение, правое за правое, а потом вы, когда садитесь в ИСА, то у вас правое отвечает за левое, и за правое, вы начинаете руки ломать и ни хрена не понимаете, что вам вообще нужно. И очень тяжело себя перестроить. Но со временем привыкаете и все будет нормально. У нас тут не особо много работы, нужно подсыпать все это дело. и все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас попробуем эту дилду забрать. Хорошо застрялся. Хорошо застрялся. Но не так как нам нужно. Нужно её ещё и погрузить. Мать бы её так за ногу. Не сильно люблю такое грузить. При всех раскладах есть доля вероятности, что эта груза выпадет. Но она не выпала. Чем сделала нам большую услугу. По-братски с лишней. Брат, брат, братишка. Когда же меня отпустит. Когда же меня отпустит. Я надеюсь, люди помыли свои машины. Ну что, а как же ж по-другому могло быть? Обязательно. Должна быть помытая машина в этот момент. Это же классика жанра. Помыл машину, дождь пошёл. Помыл машину, блядь. Выехал на дорогу, там грязь. Выехал на дорогу, там грязь. Замальные машины, dude. Илиulyн, behöver машину, баз不能 заснуться Sunny слиmaщей. Ой. Отдых. Пронот спасункционал. До новых, там планируется с горisso estar. Общищаны persistent. Но и машины... Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok